Всем добрый и прекрасный день, мои дорогие золотые! Это со мной тут Левушка делает подкоп, а потом уляжется. Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал. Я родилась на Урале, в городе Екатеринбурге, а Володюшка в Миасе, это Челябинская область, город Миас. Я закончила школу в Свердловске. Володюшка закончил 8 классов в городе Миасе и поступил в Свердловское Суворовское училище. Это 9-10 класс, он закончил Суворовское училище. Мы тогда в 9 классе с ним познакомились и после окончания Суворовского училища Володюшка поступает в Челябинск, в ЧВТКУ, Челябинское высшее танковое командное училище. А я поступила в культпросвет училище в Челябинске на отделение театральной режиссуры. Так мы и жили. Володюшка в казарме, я в общежитии и на втором курсе, нам было 18 лет, мы поженились. Но жизнь наша так и продолжалась. Я закончила училище и Володюшка нашел для нас квартиру, вернее сказать, для меня квартиру. Это квартира в доме, где хозяйка снимала две комнаты. В одной комнате жила я, Володюшка приходил только в увольнение. И во второй комнате жили тоже семья, когда... Семья, где муж учился тоже в танковом училище, а Надюша училась в медицинском училище. И, конечно, были еще две комнаты для хозяев. Общая, большая, огромная кухня. Все было прекрасно. Я забеременела. И, конечно же, рожать перед родами я переехала к родителям в Екатеринбург. Родился у нас наш первый сын, Петенька. Володюшка продолжал учебу. И в то время какая же была связь? Я жила отдельно в квартире. Это была квартира наших родственников, обставленная полностью мебелью. Они в этой квартире не жили. Ну, в квартире не было телефона. 79-й год. Общение с Вовочкой было только письма. И вы знаете, естественно, я настолько скучала и с Петюшей все время разговаривала о папе. О папе были фотографии. Все время говорила, это наш папа. И папа скоро приедет. И наш ребенок первое слово сказал не мама, а папа. Я помню, моя бабушка все время причитала. Да как же это такое может быть? Я первый раз такое слышу, чтобы ребенок сказал папа. И я помню один вечер, и в подъезде было как-то так шумно. И уже было, может быть, часов 8-9 вечера. Я усыпила Петеньку, и в дверь позвонили. И я слышала, что в подъезде шум, и посмотрела в глазок. Я ничего не видела, было как-то темно. То есть я открыла дверь, и на меня набросилось что-то меховое, которое прижало меня к себе. Я даже, наверное, не успела испугаться. И я увидела Вовочку. Это Володюшка приехал к нам всего на один денек. Это было такое увольнение. Раньше не отпускали ни в отпуск, ни в увольнение специальное. Если сын родился, или какое-то мероприятие. То есть этого, конечно, не было. И он заехал в МИАС к родителям. Он надел гражданскую форму, одел папин меховой полушубок. И так он к нам приехал. Я помню, тогда он нарисовал Петюшу, сделал такой рисунок. Первый раз он увидел сына. Когда Петеньке было 10 месяцев, Володюшка закончил училище. Был месяц отпуска. И первое распределение после окончания училища, это была Белоруссия. Город Полоцк. Молодость моя Белоруссия. Как молодая жена офицера, конечно же, я решила, и мои родители меня в этом поддержали, что я еду сразу же вместе с мужем по месту распределения. Куда мы ехали? Ну да, Белоруссия. Военная часть, все это Володюшка знал. Но какая-то неизвестность. Ну что ж, пару чемоданов, и мы отправились. Мы приехали в Полоцк. Володюшкина часть стояла в Боровухе. Это за самим городом. Но, конечно же, не было ни квартиры, ни какой-то военной гостиницы или общежития. И поэтому нам пришлось снять гостиницу в Полоцке. И недели через две Володюшка нашел квартиру. Вернее, это была комната, дом пожилых людей, и они сдавали там комнату. Прожили мы, наверное, на этой квартире. Вы знаете, я сейчас, когда все это вспоминаю и с вами делюсь, у меня перед глазами как кинолента пробегает все эти события, приятные события жизни. Месяц или два жили мы на этой квартире. Кухня была общая. Но все было прекрасно и нормально. И Володюшка получает в военном городке, в Боровухе, где он служил, где мы служили, квартиру. Вы себе не можете представить. Это была квартира, двухкомнатная квартира. И мы получили в этой квартире одну комнату. Абсолютно обыкновенные две комнаты. И общая кухня, естественно, как квартира, туалет и ванна. Буквально несколько дней мы жили одни, но мы знали, что в следующую комнату тоже поселят людей. И вот во вторую комнату у нас поселилась тоже семья. Это Леша и Аннушка. У них был сын. И так дружно мы начали жить. Потом у нас родился Степушка. У Аннушки родился второй сын. И потом к Аннушке с Лешей приехала мама Леши. Это был ее единственный сын. Она поселилась у них же в комнате. Она нашла работу. Она была учительницей. И получается, что там в одной комнате жили семья, мама и двое детей. Пятеро человек. И мы жили вчетвером. Я не знаю как. Мы прекрасно справлялись. Никаких у нас не было ссор. Было все прекрасно. И вы знаете, мы друг от друга учились жизни. Или мы вместе учились жизни. Мы все были тогда молодые. Мы обменивались рецептами. Мы учились стряпать. И когда мы получили эту свою комнату и в соседних подъездах. Все жили с подселениями молодые семьи лейтенантов. Все жили в двухкомнатных в основном квартирах две семьи. Мы собирались на улице. Мы сидели на лавочках. Мы гуляли с колясками, с детьми. Это было целое шествие, когда мы выходили на улицу. И когда мы получили эти наши отдельные квартиры, господи, какая же это была радость. Это был свой уголочек. И вы знаете, какая радость, что я приехала вместе со своим мужем. И он закончил училище. И я теперь каждый день буду видеть своего мужа. Он каждый день будет после службы приходить домой. Мы столько лет встречались только субботы-воскресенья на КПП, где я приходила его навещать. Были редкие увольнения, какие-то короткие маленькие отпуска. А тут все время вместе. Не верилось. Что у нас было? Володюшка принес счастье, так же, как и наши соседи. Получили матрасы, получили подушки, получили одеало постельное белье. Белое постельное белье, где стоял штамп СА. Советская армия. И звезда. Ой, все было здорово. И детская кроватка. И, конечно же, мы купили диван. И вы знаете, что пару остановок от нашего военного городка был мебельный магазин. И все семьи, все молодые, все приехали, у кого ничего не было. У нас у всех в квартирах стояли почти одинаковые диваны. У нас у всех стояли одинаковые шифонеры, коричневые, полированные, замечательные шифонеры. Потом мы купили... Это была не стенка, это был сервант. Такие серванты были почти в каждой семье. Конечно же, стол. Представляете, стулья. И жили без шторок первое время. Ну, нужно было купить все. А окна мы закрывали газетами. А потом, когда повесили шторы, представляете, первые собственные шторы. А какие красивые казались. Как же это было все уютно. И так мы и жили все время в этой квартире. И что еще интересно, что у нас ведь ни у кого, в принципе, рядом не было бабушек, дедушек, родственников. Все мы были одни, как одна семья. И мы друг другу помогали, потому что мужья, лейтенанты, только что приехавшие на службу, они проводили на службе день и ночь. И слово воскресенье, это было только в календаре, который мы отрывали. Суббота, воскресенье. Наши папы находились всегда на службе. Выходные были очень-очень редко. Так вот, когда мы хотели, например, съездить, мы женщины, куда-то в город, хотелось кому-то что-то купить или необходимо было съездить в город, чтобы что-то купить. У нас в городке, конечно, были магазины. Был продовольственный магазин, был промтоварный магазин, была и школа, и детский садик, но это же маленькие магазины. И поэтому мы оставляли детей друг у друга. И были, конечно, такие моменты, когда в квартире был просто детский сад. Нет, это даже был не детский сад, это были ясли. Но мы всегда друг друга поддерживали. Были молодыми, дружили. Вы знаете, когда в части был какой-то праздник и праздновали на природе, конечно же, семьи выезжали все, брали с собой детей. Было очень весело. Всегда организовывали игры для детей и для взрослых. Всегда отлично проводили время. Когда у нас родился Иванушка, мы получили отдельную квартиру. У нас уже было трое детей. Мы получили квартиру на пятом этаже в соседнем доме, дом офицерского состава. Было огромное счастье. Нас вызывали и сказали о том, что мы получаем двухкомнатную квартиру. И была комиссия офицеров. Я была так рада. Я сказала, я так рада. Это так здорово. Отдельная квартира. И спросили, а вам плохо жилось с подселением? Я говорю, нет, нет, но это же отдельная квартира. И я помню, один из офицеров, пожилой мужчина, он сказал, пройдет много лет, и вы эту квартиру с подселением будете вспоминать с теплом и любовью. И это, мои хорошие, ой, действительно так. Действительно так. Худо, бедно ли мы жили с какой-то мебелью, но в таком доверии, в таком понимании, в таком счастье некогда было не скучать, не уходить к депрессии, потому что куча детей, куча заботы. Постирать, посуду помыть, приготовить вкусный ужин, вкусный обед, вкусный завтрак, просыпаться, когда муж приехал с полигона среди ночи, приготовить для него обед. Эти учения и молитвы, которыми хотелось в мыслях как-то быть с мужем, чтобы было все хорошо и приятно и прекрасно. Я даже теряю какие-то слова, настолько это все в воспоминаниях. Да, мои хорошие. Росли наши мальчишки и когда Иванушке было 10 месяцев, нашего папу хотели отправить в Афганистан. Единственное, он остался служить дальше в Полоцке, потому что с тремя детьми не отправляли в Афганистан. Но потом, через несколько месяцев папу отправляют на новое место службы. И наша молодость, Белоруссия, эта часть жизни заканчивается и впереди новые друзья, новое место службы, новая неизвестность, новая квартира. И новая частичка новой жизни. Я очень хорошо помню стихотворение, которое мне рассказала жена офицера со стажем. Заходи, соседушка. Сядем, побеседуем. Расскажу, соседушка, все, что знаю, ведаю. Не ходи ты по дому, Машей растеряшую. Пусть жилье походное лаской будет скрашено. Полка самодельная с Томиком Есенина и ромашки белые в банке от варенья. Много ли пожитков надо для прожитка? Да всего и нужно, чтоб любовь да дружба. А всего и нужно пару платьев модных да костюм парадный да мундир походный. Пусть к мундиру ластится ситцевая платьица. В вашем доме ладится счастье, а не счастье. золотые мои, я желаю вам счастья, огромное спасибо за внимание, я вас обнимаю. Чус. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»